Здравствуйте, дорогие второклассники! Сегодня урок математики проведу у вас я. Зовут меня Каленкова Марина Анатольевна. Я учитель начальных классов школы номер 7 города Черкеска. Сегодня у нас тема урока вычитание вида 57 минус 26. Но прежде чем приступить к объяснению нового материала, давайте вспомним, как мы складывали числа в столбик. На примере следующего примера 45 плюс 23. Когда мы разбирали устно, то мы десятки складывали с десятками, единицы складывали с единицами. Затем мы результаты десятков и единиц складывали и получали результат. Получали сумму число 68. Но это записывать и рассуждать достаточно долго. Для этого придумали следующий способ записывать примеры столбиком. Первая слагаемая 45. Под ним, не пропуская клеточки, мы записываем вторую слагаемую. Слагаемая 23. И начинаем складывать с единиц. К 5 единицам прибавить 3 единицы, получаем 8 единиц. Затем мы начинаем складывать десятки. 4 десятка плюс 2 десятка у нас получается 68. Результат нашей суммы 68. Сегодня мы будем учиться вычитать в столбик. Но прежде чем начать вычитать, давайте вспомним алгоритм складывания. Мы записываем сначала пример, потом складываем единицы, складываем десятки и читаем ответ. Похожий алгоритм у нас будет и при вычитании. Давайте рассмотрим пример. 57 минус 26. Мы от уменьшаемого 57 вычитаем число 26. Нам это сразу сделать достаточно сложно. Поэтому мы вычитаемое заменяем суммой разрядных, слагаемых 20 и 6. Сначала мы от уменьшаемого отнимаем число 20. Получаем число 37. И от 37 отнимаем 6. Получается 31. Но это у нас достаточно длинная запись. Поэтому нам удобно записать это столбиком. Мы, как и при сложении, записываем единицы под единицами, десятки под десятками. От 7 единиц мы отнимаем 6 единиц. Получаем 1. От 5 десятков отнимаем 2 десятка. Получаем число 3. Десятка. В итоге у нас получилась разность 31. При решении примеров на вычитание мы должны с вами тоже соблюдать следующий алгоритм. Пишу. Вычитаю единицы. Вычитаю десятки. И читаю ответ. Сейчас мы с вами разберем следующие примеры в учебнике на странице 5. Первый пример 68 минус 34. Используя наш алгоритм, мы начинаем вычитать из единиц. 8 минус 4 у нас получается 4 единицы. Затем мы отнимаем десятки. 6 десятков минус 3 десятка. У нас получается 3 десятка. В итоге у нас разность равна 34. Следующий пример. 75 отнять 52. Также начинаем вычитание с единиц. 5 единиц минус 2 единицы у нас получается 3 единицы. 7 десятков минус 5 десятков у нас получается 2 десятка. Разность равна 23. Следующий пример. 87 отнять 45. 7 единиц минус 5 единиц у нас получается 2 единицы. 8 десятков минус 4 десятка у нас получается 4 десятка. Разность равна 42. Следующий пример. К 4 единицам прибавить 2 единицы равно 6 единиц. К 3 десяткам прибавить 5 десятков равно 8 десятков. Сумма равна 86. Следующий пример. К 62 прибавить 24. Также начинаем складывать с единиц. 2 единицы плюс 4 единицы равно 6 единиц. 6 десятков плюс 2 десятка равно 8 единиц. И сумма у нас равна 86. Сейчас мы с вами проведем физминутку. Сегодня физминутку покажу вам я. Все дружненько встали и повторяем движение за мной. Все встали и ручки сжали в кулачки. Повторяем движение. Маша на кухне стирала белье. А котик сидел и смотрел на нее. Маша устала. Пошла отдыхать. А котик взял мыло и начал стирать. Маша посмотрела на него и сказала. Котик, котик, тепленький животик. Ты не котик, не шали. Все на место положи. Теперь все сели. И внимательно слушаем дальше урок. А сейчас все открыли учебники на странице 5. Мы сейчас с вами разберем и решим задачу номер 2. На елке было 8 красных шаров. Золотых шаров на 3 меньше, чем красных. А зеленых столько, сколько красных и золотых шаров вместе. Сколько было зеленых шаров? Вот наши шарики. Сейчас мы составим краткую запись. Значит, красных шаров у нас было 8 штук. Желтых шаров нам было неизвестно сколько, но сказано, что их на 3 шара меньше, чем красных. А зеленых шаров столько, сколько красных и желтых вместе. Ребята, скажите, сможем ли мы сразу ответить на наш главный вопрос, сколько зеленых шаров вместе? Правильно, не можем, потому что мы не знаем, сколько у нас желтых шаров. А можем ли мы узнать, сколько у нас желтых шаров? Правильно. Нам сказано, что их на 3 меньше, поэтому мы от 8 отнимем 3. И у нас получится 5 золотых шаров. Далее. Нам теперь нужно ответить на главный вопрос. Сможем мы на него ответить? Правильно, ребята, можем ответить, потому что мы знаем, сколько у нас красных шаров и сколько золотых. Чтобы узнать, сколько у нас зеленых, мы должны к 8 прибавить 5. То есть к красным шарам прибавить желтых. И узнаем, сколько у нас шаров зеленых. У нас их получилось 13. Эту задачу можно записать еще и в выражении. То есть мы к 8 красным шарам прибавляем разность чисел 8 и 3. То есть эта разность нам показывает, сколько желтых шаров. И в итоге мы получаем 13 зеленых шаров. Записываем ответ. 13 зеленых шаров было у нас на елке. Следующее задание у нас – геометрический материал. Мы должны с вами начертить ломаную линию и найти ее длину. Чтобы начертить ломаную, нам нужно внимательно посчитать клеточки и поставить точечки там, где нужно. Значит, первое звено у нас состоит из 6 клеточек. Мы поставили первую точечку, затем отсчитали 6 клеточек и 2 клеточки вверх. Поставили вторую точечку. От второй клетки мы отступаем в сторону 6 клеток и ставим следующую точку. От третьей точки мы спускаемся вниз на 2 клеточки и в сторону отсчитываем 14 клеточек. Ставим следующую точку. Чтобы начертить эту ломаную, мы соединяем карандашом под линейку эти точки. Затем измеряем каждое звено. У нас первое звено равно 3 см. Второе звено у нас тоже 3 см. И третье звено у нас 7 см. Чтобы найти длину ломаной, мы должны все звенья сложить. То есть к 3 прибавить 3 и прибавить 7. И узнаем мы длину ломаной линии. Она у нас равна 13 см. Вы должны сейчас начертить эту ломаную, записать решение. Следующее задание у нас – это математический диктант. Отметили у себя все в тетрадочках буквочками математический диктант. Вы записываете только ответы в строчку через запятую. Первый пример. Найти разность чисел 32 и 7. Записываем только ответ. Следующий пример. 43 уменьшить на 9. Уменьшаемая 56, вычитаемая 8. Чему равна разность? Найти разность чисел 83 и 6. Найти сумму чисел 28 и 8. Первое слагаемое – 57, второе слагаемое – 7. Найти сумму. От 100 отнять 2. 100 уменьшить на 6. Теперь мы с вами проверим результаты. 5, 34, 48, 77, 36, 64, 98 и 94. Внимательно проверьте свои ответы. Исправьте, где неправильно. И оцените себя. То есть поставьте ту оценку, которую вы считаете правильной при решении математического диктанта. А сейчас мы с вами повторим именованные числа. Мы будем сейчас их преобразовывать либо в более маленькие единицы, либо в более крупные. Давайте вспомним. 1 см и 5 мм. Сколько будет миллиметров? Сколько миллиметров у нас в 1 см? Правильно, в 1 см у нас 10 мм. 10 мм и 5 мм вместе будет 15 мм. Записываем. Следующий пример. Нам нужно узнать, сколько дециметров в 1 м и 7 дециметрах. В 1 м мы все помним 10 дециметров. 10 дециметров и 7 дециметров у нас будет 17 дециметров. Записываем. Следующий пример. Мы будем сейчас преобразовывать числа в более крупные единицы. 51 см нам надо преобразовать в дециметры и в сантиметры. Мы знаем, что в 1 дециметре 10 см, а у нас получается аж 50 см. Значит, это будет у нас 5 дециметров. И остается у нас еще 1 см. И получилось у нас 5 дециметров 1 см. Следующий пример. У нас дано 42 дециметра. Надо преобразовать в метры и в дециметры. В 1 м у нас 10 дециметров. А у нас здесь получается 42 дециметра. Значит, у нас будет 4 м и 2 дециметра. Сейчас внимательно посмотрите это все и запишите в тетрадке. Следующее задание у нас будет. Это повторение решения уравнений. Сейчас я напишу 2 уравнения на доске. А вы внимательно подумайте, как мы будем находить х. х отнять 8 равно 6. У нас уменьшаемая х, вычитаемая 8, разность равна 6. Нам нужно найти неизвестный х. Чтобы найти уменьшаемое, неизвестный х – это у нас уменьшаемое, мы должны к разности прибавить вычитаемое. Записываем. Х равен. Мы к 6 прибавляем 8. Находим, чему равен х. К 6 прибавить 8 у нас будет 14. Делаем проверку. У нас х равен 14. Поэтому мы в первую строчку вместо х ставим число 14. 14 отнять 8 равно 6. 14 отнять 8 – у нас получается 6. И разность у нас тоже равна 6. Уравнение решено верно. Следующее уравнение – у. Прибавить 9 равно 17. В данном уравнении нам неизвестно первое слагаемое. Чтобы найти первое слагаемое, мы должны из суммы вычесть известное слагаемое. То есть у нас получится от 17 мы отнимаем 9. У у нас будет равен 8. Делаем проверку. У нас неизвестное число равно 8. Мы в первую строчку вместо неизвестного числа ставим 8. К 8 прибавить 9 равно 17. 8 и 9 у нас равно 17. И сумма равна у нас тоже 17. 17 равно 17. Уравнение решено верно. А сейчас, ребята, мы с вами решим примеры с переменным неизвестным. Даны примеры. К плюс 9 и 28 минус К. Вместо буквы К, неизвестное, мы должны с вами поставить данные значения буквы К 7, 8, 9, 10. И мы составим сейчас с вами примеры. К равно 7. Значит, вместо К ставим цифру 7. 7 плюс 6 равно у нас 13. Следующий пример. Вместо К ставим число 8. К 8 прибавить 6. У нас получается... Правильно, 14. Следующий пример. Вместо К мы ставим следующее число. Число 9. К 9 мы прибавляем 6. К 9 прибавить 6. У нас получается 15. И следующий пример. Вместо К ставим число 10. К 10 прибавить 6. Молодцы! Получается 16. Это мы решили примеры на нахождение суммы. Следующие примеры у нас на вычитание, нахождение разности. Мы от числа 28 теперь вместо К ставим следующее значение. 28 минус 7. 28 минус 7 у нас получается... Правильно, 21. Следующее значение. Мы от 28 отнимаем 8. Разность у нас получается 20. Следующее. 28 отнимаем 9. От 28 отнять 9 у нас получается 19. И последний пример. От 28 мы отнимаем число 10. От 28 отнять 10 у нас получается... Молодцы! 18. Записали эти примеры. Давайте сделаем вывод, чем мы сегодня занимались на уроке. Чему мы сегодня научились. Мы сегодня научились решать примеры нового вида с использованием письменных приемов вычислений. То есть мы сегодня решали с вами примеры на вычитание в столбик. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok